так вот моей жизни очень много того что не связано с йогой просто у меня страница посвящена йоге я считаю так если страница посвящена йоге то не надо отвлекаться на какие-то другие темы но уже достаточно часто мне стали задавать вопрос что а если в моей жизни что-то кроме йоги да очень много всего есть в моей жизни кроме йоги скажем так я живу йогой то есть это та линия и то направление которому я все остальное в своей жизни присоединяю но также в моей жизни много всего то есть у меня есть сын я могла ввести блог например мамский или йога мама не знаю либо просто мама если молодой человек которому очень много времени проводим путешествием у меня есть мама который можно было в отделе наверное блог создать о том как жить с мамой суперзвездой вот и много кучи друзей которым вообще ни одна практически ни одного из моих друзей нет ни одной фотографии в инстаграме вот то есть мой инстаграм просто посвящен полностью йоге но это не значит что в моей жизни больше ничего нет вот так например там не знаю просто я люблю чтобы было все не смешно то есть если человек ведет какую-то какую-то колонку то мне не нравится когда он там что-то из личной жизни даже пишет и так далее в общем поэтому я решила все что не связано с йогой я ничего не выставляю в инстаграме привет аня привет всем привет а я начала говорить что я консультант нет я не консультант я тренер по грудничковому плаванию тренер по грудничковому плаванию на самом деле это основная моя деятельность уже вместе с йогой одинаково то есть я занимаюсь грудничковым плаванием столько же сколько и йогой просто у меня на грудничковом плавании очень много клиентов и ну то есть мне не нужно пиарить а грудничковое плавание вот а тогда то есть сейчас правда два раза в неделю раньше было три я три дня в неделю проводила в бассейне плаваю с грудничками грудничковое плавание это от двух месяцев там до трех лет как-то такое плавание зачем грудничкам плавать это общая развивающая общая оздоравливающая процедура то есть смысл грудничкового плавания в том что мы их учим плавать хотя мы их учим плавать и они ныряют и так далее как вы относитесь к йоге в гамаках нормально отношусь не пробовала правда ни разу но нормально отношусь как сделать хорошие волосы крик души главный секрет хороших волос это их не милировать не осветлять в идеале не красить обычной краской и никак не обрабатывать не нагревать никак то есть фен мы не должны использовать не должны использовать вытяжки и утюжки ничего вообще с волосами короче не делать и мой секрет например еще в том что я маски делаю на ночь то есть я прям на мазюку всю голову маской туда пакеты на голову одевая сверху полотенце какую-то шапочку прям так сплю утром смываем сначала наблюдала за вашей мамы потом недавно знала вас искренне соседей о вегетрианстве и йоге спасибо что это самое интересное у нас началось на здоровье аэро йога йога в гамаках не травма опасна ну в принципе любая физическая нагрузка травма опасна важно что чтобы был грамотный преподаватель и вы еще слышали то что он говорит здравствуйте сейчас посмотрите какие то и какие есть вопросы если у вас есть вопросы задавайте мы не говорим тебе задавать отдельный аккаунт но каждую сторону своей жизни было бы здорово совмещать просто на самом деле нет на самом деле не было здорово то что раньше вы можете даже полистать мои там инстаграм ниже раньше я где-то 50-50 то есть 50 процентов было просто какие-то фотки выставляла 50 процентов я что-то писала о йоге и это не очень интересно вот людям и так далее и у меня был другой ник не яна нирвана яна канди потом я решила сделать что уже инстаграм что мой будет как ну и серить то есть как журнал о йоге ну и соответственно моем опте йоги вот и я переименовалась амьяну нирвану и стала вести уже чисто йоговский инстаграм что на маске что на маске на ланж вы делаете на волосы вообще все подряд я вообще в масках не разбираюсь просто любую маску на мазюку выше на мазюку выше чем дороже обычно тем маска лучше на самом деле вот ну есть такие натуральные маски на тоже хорошие любую маску мазюку лишь для волос там для питания волосы не знаю для испорченных волос 5 лет была замужем а йога при повышенной температуре или влажности не как называет называется есть противопоказания называется бекрам-йога конечно есть противопоказания вообще в принципе и в обычной йоге при обычной температуре тоже не все асаны можно делать если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем на бекрам-йоге конечно есть например высокое давление у человека то не надо ему идти на бекрам-йогу ну просто как вариант один из спасибо я кстати сейчас еду на презентацию маминой книги европейский если кто-то недалеко живет приходите я там буду вопрос почему холодное время года очень мерзну без мяса бывает ли или возможно было такое у вас нет не было я как бы всегда мерзлась с мясом и без мяса если честно так тайга а им тайга стала больше лекарственным аккаунт потому что сама стала веганом потом заняться йогой у нас залезли группы занятий мне даже кажется такие несерьезные но можно сходить попробовать вот потому что и в обычных там фитнес каких-то клубах даже ком-то вообще эконом например класса фитнес-клубе может быть хорошие преподаватели йоги например ну в москве очень большая конкуренция преподаватели йоги и поэтому преподаватели уже устраиваться хоть куда вот просто они хотят преподавать и там устраиваться хоть куда преподают поэтому как и в очень дорогих крутых клубах может преподавать вообще преподаватель ни о чем так и в очень дешевых непонятных вообще фитнес-клубах и даже это можно назвать фитнес-йога может быть очень грамотный преподаватель поэтому нужно пробовать добрый вечер с мариной вовченко но только заочно знакома когда и как лучше использовать мудрые это очень обширная тема мудр у меня сейчас как раз проходит семинар по йоге ну в оффлайне в зале вот и мы там эту тему как раз таки обсуждали в общем пока вы не освоили асаны крии не начали крии очищение то даже о мудрых можете не думать это мудр это очень глубокая и серьезная практика что можете сказать про мясо в рационе полезно или вредно ну если че что я мясо не ем наверное я считаю что это вредно но даже если не думать о вреде ну сейчас в общем я вкратце скажу во первых йога предполагает соблюдение ямы одна из ступеней йоги а именно химса ненасилие соответственно мясо когда получает часть помощи насилия до убивают животное во вторых то мясо которое продают у нас даже на рынках это мясо напичканное всем подряд вот в том числе там и химией и гормонами и так далее поэтому что там идите и можно назвать мясом вопрос большой вот так вот в санкт-петербурге да конечно знаю у меня вообще есть пост где я перечисляю всех преподавателей в россии которых я знаю можете написать в этот директ я вам скину пост сколько будет длиться презентация вообще не знаю потому что мы с мамой вообще не знаем сколько придет людей и так далее в общем не знаем сколько будет длиться придется на презентацию плене в питере а классно я правда не знаю когда она там будет если она вообще планируется ли вот что еще вам сказать юрику пять лет насчет кстати питера да я решила что я поеду летом в питер а если наберется группа на курс углубленный по йоге то проведем семинар мне много людей не нужно какая-то небольшая группа и за счет 10 даже принципе не будет достаточно вот если нет все равно поеду в питер и потому что у меня в питере очень моя близкая подружка йога подружка катя я и давно обещала тем более у нее родился ребенок в общем хочется встретиться именно в питере вот так что в питер ждите если кто из питера я туда приеду и буду там проводить семинар по йоге какой-нибудь такой короткий на выходные снимать будете презентацию нет конечно не буду ну я предпочитаю в такие важные моменты в своей жизни вы смотреть на эти моменты через глаза ни на что не отвлекаясь чтобы полностью насладиться блин уже семь часов чтобы полностью насладиться моментом на коммуля вам учение трусунова нет не знакомо так вот в июле как раз планирую аим тайга скорее всего в июле это будет во второй половине потому что чемпионат мира по футболу в июле будет в первые две недели мне сказали поэтому после чемпионата мира так с удовольствием придете в спп спасибо мне приятно так чего начать заниматься йогой значит берете руки в ноги и идете на йогу вот если идти на городе на йогу некуда берете руки в ноги ноги в руки и ищите на ютюба на ютюбе занятия вот очень много я никого не знаю на ютюбе наверняка там очень много вариантов очень много преподавателей кто-нибудь вам да понравится планирую ли я проводить марафон как в том году вообще планирую ну правда еще вообще об этом не думала но кстати есть подозрение вот он в том году будет было в конце мая я думаю может быть наверное тоже проведу йогу для чайников в конце мая это онлайн марафон был да спасибо мне 28 лет какие книги о йоге следует почитать так книги о йоге если мы говорим о художественной литературе то если вы совсем начинающий то я бы почитала бы на вашем месте путешествие домой радханатха с вами вот это прям очень хорошо я считаю начинающих то что как бы я называю гарри поттер про йогу потому что очень легко и интересно написано прям затягивает книга ну и плюс при этом как бы рассказывать очень глубокие вещи но очень легко если вы так уже практикуете подольше то это автобиография йоги йогананда автор вот ну и не могу молчать про свою любимую книгу даже книга не могу это назвать просто не знаю произведение искусство духовного это две жизни антарова вот но две жизни там нет ни одного слова йога но там абсолютно написано йогические принципы йогический путь и так далее это не европейские вот так скажите про пользу йоги ну если вкратце то если вы хотите быть здоровым успешным здоровым физическим и психическим и в духовном плане человеком успешным востребованным веселым и счастливым то вот йогой нужно заниматься но это если вкратце так знаете там он наверное разворот показывает а я просто сама перейду через дорогу там этот ну да потому что я уже опаздываю там будет я вам покажу где ладно я уже почти приехала вот к маме на презентацию всем хорошего вечера всем пока жду всех на своих занятиях у меня на моем на моем страничке инстаграм есть ссылка нажимаете там есть расписание как добраться цены все есть также есть информация про йогу тур на байкал группу набираем три места осталось вот присоединяйтесь